Добрый день еще раз. Мы находимся у табора в Белинометном местечке Белеверховной Рады. Зараз Рада проголосовала в первом учитании законопроект про антикоррупционный суд. Теперь для другого учитания нужно повыкидывать оттуда все полностью, скажем так, хотелки Порошенко. Потому что хотелки Порошенко, как всегда, чтобы судей он призначал, чтобы занимался суд чем угодно, но только не посадкой депутатов, коррупционеров, министров, прокуроров, судей. Я абсолютно не поддерживаю крики тех, кто кричит, что вот это профанация, это гоньба, это не тот законопроект. Еще раз. Если кто-то не понимает, в первом учитании это значит теперь для другого учитания законопроект можем править. Естественно, если будут просовывать свои хотелки и в итоговый проект закона, никто это, естественно, кушать не будет. Честно людям скажем. Но ради вопля не нужен. Нужно давить их методично. Но это давление зависит не от крика, а от количества людей. Сейчас у нас непосредственная угроза штурма лагеря вроде бы самая непосредственная снята. Да, машины для тарана заграждений, машины для растаски крюками заграждений нацгвардейцев и полицию не убрали, но напряженка немножко стихла. Мы сейчас прозваниваем всех наших друзей по Киеву, просим прийти хлопцам на чергувание. И нужна ваша допомога. Мы сейчас переформатуем табер. Вот эта часть занимала рух новых сил. Видите, от Грушевского, где был табер, и есть табер руховизвления. И вот нам этого местечка здесь занимал рух новых сил. Михаил Саакашвили сделал заявку, что он еще месяц назад покинул этот табер. И мы эту частину захищали, но у нас сил не хватает. Поэтому монтируется новое заграждение ближе до Грушевского. То есть вот эта часть с туалетами, со складами речей мы, будь ласка, извильняем. Значит, требует допомогти хлопцам, потому что работы богато. Вот эти палатки, где проживали хлопцы и девчата с руху новых сил, они пусты зараз, потому что они, как заявили, покинули. Мы это все дело переносим. Всю величезную территорию нужно захищать. Поэтому хлопцам, которые тримают Грушевского с руховизвления, тут тоже доброе сюда бежать. Друзья, кияне, будь ласка. Кто готов прийти, придите в лагерь, поддержите, пожалуйста, ребят, и заодно помогите. Сейчас кучу-кучу вещей нужно переносить и демонтаж осуществлять вот этих вот заборов. Теперь лагерь будет занимать Грушевского рухвизвления, площадь Конституции. А ту часть, которая раньше до своего ухода занимала рухную сил, мы извильняем его. И нам нужна ваша допомога в демонтаже этих пустых наметов. Еще раз, пока не будут выполнены умовы, пока не будут реальные кроки на встречу людям, мы этот табор будем тримать. Но вы должны понимать, что хлопцы с батальоном Донбасс и руховизвления, они не могут за всю страну, ну теперь еще и тяческие повстанцы, за всю страну працювать. Хлопцы вышли только поддерживать той величезной НАТО активистов, который был еще в октябре фактически. И сейчас сначала одни ушли, потом другие ушли, потом третьи ушли. Выбачьте, хлопцы тримают, но они чекают и на активистов. Поэтому Донбасс, силы обороны Украины, в которые Донбасс сейчас вошел, рух вызвания, будут триматься за Украину. На этом пяточке свободы. Но, друзья, пока народ не поднимется, мы максимум, что можем делать, тримать этот пяточок, агитировать людей, разбудовывать мережу. Но реальные измины может заработать таки величезная килькость людей. Еще раз, загроза штурма беспосредняя, напруга вроде бы снята, но все силы сконцентрированы на проломы ворот, на штурм, на демонтаж. Они остаются. Пожалуйста, кто может по Киеву прийти поддержать хлопцев сюда, приходите. Тут есть место для обогревов, напоим чаем. И нужна допомога по демонтажу вот этой частыны, которую занимал раньше рух новых сил. Приняли в первом учитании, доброе, за территорию с туалетами, туалеты перенесем. Нужна ваша допомога, величезная килькость наметив. И остальное. Донбасс никогда не отступал. Было ситуации, когда он остался без криви, но когда мы были вместе, мы с хлопцами извиняли места. И хлопцы, которые демобилизовались сейчас, они защищают страну тут. С вашей допомогой они будут держаться столько, сколько нужно украинскому суспильству. Ждем допомоги от этого суспильства. Уважно следкуем за подъями навколо табору. Слава Украине!